Фужеры, графины, тарелки и стаканы. Ко всем изделиям здесь индивидуальный подход. Гравировку на бокал элегантно наносит автоматика, а тарелки вручную расписывает мастер. Мы научились клеить деколи, потом научились рисовать кобальтом, потом перешли на платину и золото. В основном я декорирую фарфор, конечно, не стекло. За это время, конечно, у нас усложнились декоры. Этому искусству работники небольшой поселковой фабрики по росписи стекла и керамики обучались у чешских мастеров. Оттуда же привозят и заготовки для будущих изделий. 35 человек каждый месяц создают примерно 45 тысяч изделий. Познакомиться с работой мастеров сегодня приехал глава региона. Венемину Кондратьеву показывают, как искусно происходит придание цвета бокалу. Небольшое кубанское предприятие поставляет свою продукцию сразу в шесть крупных городов России, в том числе в Москву, Санкт-Петербург и Казань. Кроме сырья в виде так называемых болванок, все остальное делают на фабрике. Придают товарный вид, создают дизайн и украшают. С такой любовью к работе пора переходить на полный цикл производства, обратил внимание губернатор. Мы развиваемся. И кто бы что ни говорил. Вот такая красота, которая сегодня на этих полках. Вчера она еще была полностью либо турецкая, либо с той же самой Чехией. И никакого отношения вообще не имела к нашему региону. Да, в целом к России. А сегодня мы красоту создаем здесь, в Тиколецком районе. Это реальный шаг к тому, чтобы на самом деле мы развивали собственные производства. Я думаю, что здесь вопрос времени. И совсем немного пройдет. Я думаю, мы сможем сегодня такое же производство, которое есть в Чехии. Откуда вы сегодня берете болванки, создать здесь. Совсем скоро эта ваза не будет иностранкой, сама болванка. И сделана будет здесь. Перестать быть зависимыми от импорта – это задача ни одной конкретной фабрики. Предприятия разных сфер сейчас стремятся создавать у себя полный цикл производства. Большой скачок в этом направлении особенно заметен в сельском хозяйстве. В агропромышленной компании в Станице Архангельской решили всерьез заняться продовольственной безопасностью, рассказывает Венемину Кондратьеву. Кроме стандартного выращивания зерновых, здесь еще на поток поставили семеноводство. В хозяйстве размножают семена сои, ячменя и пшеницы. Делают их устойчивыми к болезням, засевают собственные поля и продают другим фермерам. Импортный материал в этой цепочке оказался вычеркнут. Это принципиально сегодня важно, коллеги, принципиально важно, потому что никакой безопасности сегодня в продовольствии не может быть речи, если мы сегодня работаем с импортными семенами. Мы сегодня вынуждены работать с импортными семенами, но я надеюсь, что это вынуждено, скоро слово должно уйти. Уйти, по крайней мере, с Кубани, потому что мы должны перейти на отечественные семена, на отечественную селекцию. Это жизненная необходимость, жизненная. Потому что это та удавка, за которую можно всегда потянуть, и все. И на задние лапки станет по большому счету. Поэтому наша соя, горох, в целом наши семена, пшеница, это наши сегодня семена, и это гордость Кубани и России. В маршруте губернатора по Тихорецкому району были не только производственные предприятия. По пути, на встречу с местными жителями, Вениамин Кондратьев заехал в детскую школу искусств. До прошлого года она находилась в здании, которое построили больше века назад. Сейчас это уютное помещение с собственной библиотекой, классами живописи и компьютерной графики. Ученики школы показали губернатору, как правильно лепить кувшины из глины, которую, кстати, добывают здесь же, в Тихорецком районе. Мы сейчас делаем кувшин, у нас сейчас совместная работа. Мы от двух, трех и четырех людей, мы делаем общий совместный кувшинчик. Вот через этот кувшин вы учитесь работать командой. Ты правильно говоришь, понимать, взаимодействовать, слышать, чувствовать, поддерживать друг друга. Это искусство, вроде как, которое сегодня для вас просто занятие, может быть, для кого-то хобби останется, а кто-то потом серьезно будет в жизни этим заниматься. Но оно вас формирует уже как людей интеллектуальных, гармоничных, людей, которые умеют творить. Так? Да. На встречу с губернатором собрались 700 человек. Больше просто не вмещает зал Дома культуры. Прямой диалог с главой региона – то, ради чего приходят местные жители. Частый вопрос про поддержку малого и среднего бизнеса. Предприниматели Тихорецкого района, одни из самых активных на Кубани, 36 человек воспользовались услугами фонда микрофинансирования. Губернатор обратил внимание и на то, что на Кубани перестали бездумно раздавать деньги. У бизнеса тоже должна быть ответственность и эффективность. Таким предпринимателям обязательно помогут. Я получил субсидирование по краевой федеральной программе в размере 300 тысяч. Это было очень хорошее подспорье для дальнейшего развития моего бизнеса. Но по прошествии двух лет эту субсидию закрыли. И появились только кредиты. Как они будут называться, не имеет значения. Кредиты надо отдавать. Бесплатных денег не бывает. Это деньги всех вас, налогоплательщиков. Мне важно эффективно распорядиться деньгами. Эффективно. Чтобы и заработали мы еще все. А потом, что заработали, пустили снова на развитие и на поддержание текущей жизни. Вот что сегодня нужно. А просто так взять, всем раздать. Но еще раз подчеркиваю. Мы анализировали то, что раньше было. Нету вообще возвратности. Нету. Прогорел с этими деньгами. Брали немаленькие суммы, относительно немаленькие. Прогорели и никакой ответственности. Но он же не своими деньгами рисковал. Он рисковал деньгами всех. Налогоплательщиков. Почему же я и сказал вначале, бюджет, краевой бюджет, либо район. Это же не касса взаимопомощи. Экономические механизмы сегодня в крае работают. Беспрецедентные. В рамках России. Фонд микрофинансирования. Первый по объемам денег в стране. Первый. То есть если ты хочешь начать свой бизнес до 5 миллионов, ты можешь взять по 4% годовых. В этом фонде микрофинансирование. Развитие малого бизнеса – это устойчивая экономика, которая в свою очередь тянет вперед весь муниципалитет. В прошлом году Тихорецкий район занял первое место в крае по оценке эффективности органов местного самоуправления. Потенциал у этой территории огромный. И учитывать его будут в масштабах всей Кубани. Тихорецкий район сильный, я уже сказал, стабильный с точки зрения экономической составляющей, социально-бытовых условий район. Я еще подчеркиваю, скорее всего, это в первую очередь связано с очень такой профессиональной, управленческой районной властью. Если говорить в целом про активность, это 14 краевых государственных программ, в которых вы не просто заявки сделали, вы уже активно принимаете участие району. А это различные программы, по которым, конечно, можно добиться и реальных конкретных результатов, которые будут видеть жители. Еще один из ключевых показателей успешности территории – это уровень безработицы. В Тихорецком районе он ниже 1%. Основные направления занятости – промышленное производство, сельское хозяйство и частное предпринимательство. При грамотном сложении всех переменных получается правильный экономический результат. Александр Иванченко, Алина Сорокина, Алексей Комаров, Виктор Чаусов, Кубань-24, Тихорецкий район. Продолжение следует... Продолжение следует...